так добрый день давайте начнем наше занятие и сегодня мы продолжим рассмотрение вопросов связанная с численным решением и линейных уравнений систем уравнений наш прошлый раз мы с вами закончили тем что доказали теорему принцип сжимающих отображения формулировка теоремы представлена на доске теперь как этим воспользоваться для решения конкретных задач давайте введем в рассмотрение метрику x y как модуль разности между x и y будем предполагать что r это линейное полное метрическое пространство значит все три свойства метрики условия на метрику выполнены для модуля не отрицательно замена x на y не меняет расстояние метрики и выполнена третье условие неравенство треугольника то есть это можно рассматривать как метр значит нас интересует вопрос значит было уравнение f от x равняется нулю мы его тождественным образом преобразовали к уравнению x равняется фи от x и рассматриваем итерационный процесс xn плюс 1 равняется xn метод простой итерации значит чтобы оценить метрику метрику xn плюс xn минус x со звездой где x и звездой это точное решение этого уравнения то есть x и звездой равняется фи от x и звездой мы можем представить это как метрику xn x и звездой и соответственно используя итерационную форму преобразовать как фи от xn минус 1 минус фи от x и звездой ну согласно нашему итерационному процессу дальше можно воспользоваться теоремой лагранжи давайте я ее вам напомню значит если функция f от x фи от x непрерывно на отрезке ab имеет производную внутри каждого значит внутри интервала а б тогда существует такая точка кси принадлежащая интервалу а б что выполнено условие фи от b минус фи от а равняется первой производной в точке кси умноженной умноженной на b минуса а значит это вот теорема из анализа следовательно если мы применим эту теорему вот к последнему выражению то получим что это есть модуль фи фи от х на модуль х без единицы минус х со звездой и следовательно можно записать что это есть модуль фи х х с на р от х н минус 1 минус х через з ну и дальше согласно принципу сжимающей отображение теоремы отсюда следует что необходимым достаточным условием сходимости нашего итерационного процесса будет условие что фи штрих по х где кси принадлежит области локализации корня меньше и равняется ку которые строго меньше единицы и естественно больше не значит условие сходимости метода простой итерации первое производное от итерирующей функции в области интегрирования по модулю должна быть меньше единиц следующий момент следующий момент на котором мы остановимся это порядок так так Остановимся. Это определение порядка сходимости. Продолжение следует... 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 точки корня не равняется значит если мы рассматриваем n плюс 1 минус x звездой и разложим значение функции фи от xm в ряд тела по силу того что n минус 1 производная равняется нулю можно записать что это сумма пока от n до бесконечности ну и считаю что расстояние xn минус x звездой достаточно мало и можно дать оценку что это есть некая константа cn на n значит вот так определяется порядок сходимость теперь это второе условие на которые мы обращаем внимание теперь условие достижения заданной точности если мы с вами рассматриваем метрику снова ну вот данном случае xn минус x звездой как нам остановить в нужный момент вот этот итерационный процесс потому что его можно продолжать до бесконечности точность будет достигнута вы будете еще подсчитывать следующий элемент и последую значит здесь можно воспользоваться третьим свойством метрики что неравенство треугольникам а дальше преобразовать то есть q поскольку предполагается что отображение у нас сжимающие и ну тогда здесь знак не нравится да берем оценку ну и разрешая последнее неравенство то есть перенося последнее слагаемое влево разрешая относительно xn получаем такое выражение или продолжая вот этот процесс пользуясь свойством сжимающего отображения можно записать что это меньше или равняется чем q в степени n x1 минус x нулевое делить на единицу минус q а вот эти величины мы с вами уже знаем в процессе вычисления приближения если какая-то из этих оценок удовлетворяет условия что меньше ипсилл то тем самым у нас получается что энтое приближение обеспечивает необходимую точность получения результата ну вот это все что касается мы успеваем разобрать относительно метода простой итерации и существуют другие методы частности сейчас мы с вами перейдем к следующему методу метод ньютона или касатель деятельности и 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 давайте графически рассмотрим вот такую ситуацию вот точка корня мы берем какое-то приближение насчет это величина будет f от x нулевое то есть снова рассматривается нелинейное уравнение достаточно общей форме f от x равняется нулю это график этой функции значит если мы проведем касательную то в точке пересечения с осью абсцисс это будет какое-то новое значение x1 вот тангенс угла наклона соответствует первой производной точки x0 значит в результате из стереометрических соотношений мы можем найти разность x1 минус x0 значит тогда у нас получается что x1 это есть x0 минус f от x0 деленное на f штрих от x0 ну понятно что в этом случае мы можем продолжить этот процесс и в принципе он может сходиться к точке корня то есть записать итерационный процесс метода ньютона можно вот в такой форме xn минус f от xn деленное на f штрих от xn значит вопросы сходимости определяются следующей теоремой если f от а на f от b меньше нуля причем первая производная вторая производная непрерывно и знака постоянную на а б тогда исходя из точки x0 вытворяющие условия f от x0 на f2 штриха от x0 больше нуля можно можно по методу ньютона вычислить вычислить корень уравнением уравнение f от x равняется нулю с любой степенью точности так и так доказательство значит ограниченность последует но все случаи не будем рассматривать значит рассмотрим один случай значит вот здесь в условии таремы сказано что функция должна быть непрерывно знака постоянно ну первая вторая производная знака постоянно поэтому на самом деле можно четыре случая различных рассмотреть на первую и на вторую производную как они меняют знак и что в этом получается мы рассмотрим только один случай будем считать что в области локализации корня первая и вторая производная больше нуля ну все остальные случаи рассматриваются аналогично и будем предполагать также что точка корня находится левей x нулевую значит f от x равняется нулю если мы разложим относительно n того приближения то это будет f от x n плюс f стрих от x на x со звездой минус x n плюс f 2 штриха в какой-то точке че на x со звездой минус x n квадрате пополам ну остаточный член форму но поскольку по нашему предположению вторая производная всегда положительно квадрат тоже положительно значит отсюда можно сделать вывод что f x n плюс f 3 x n на x звездой минус x n меньше нуля x от x и x звездой я получаю что x с звездой меньше чем x xn минус f от xn, деленное на f' xn. А это как раз xn плюс 1 по итерационному процессу. То есть тем самым показано, что наша последовательность ограничена снизу. Значит, следующее условие, которое мы хотим показать, это то, что последовательность монотонно убывает. Ну, снова, если мы рассмотрим f от x со звездой равняется нулю, но ограничимся двумя членами разложения. Значит, вот здесь введем такие обозначения для простоты просто fn. Спасибо. 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 Значит, дальше действуем по индукции. Значит, вот для x нулевого мы предположили, значит, что выполнено условие. Вот это условие выполнено. И, следовательно, f от x нулевое положительное. Вторая производная положительная, значит, f от x нулевое положительное. Значит, тогда, согласно принципу индукции, мы предполагаем, что nt приближение тоже положительное функции. Если она положительное, тогда получается, что f' x на n. Со звездой минус xn отрицательно. Так, значит, получается снова xn, значит, после сокращения x звездой меньше xn, то есть ограничено. Значит, ну и монотонное убывание, значит, xn. Это xn минус fn на f3n. Значит, поскольку fn положительное, первое производное тоже положительное. Значит, отсюда мы сделаем вывод, что xn плюс 1 меньше xn. То есть последовательность монотонно убывает. Ну, на самом деле, что мы с вами видели. Здесь, вот когда мы расписали это равенство, только не, естественно, я. Точка кси. Значит, было показано предыдущим, что пока следовательность ограничена снизу. Значит, вот эта величина отрицательна. Первое производное по условию положительное. Значит, вот это слагаемое отрицательное. Отсюда следует, что fn положительное. Ну, первое производное положительное. По предположению, последовательность ограничена снизу. Значит, эта разность отрицательна. Отсюда следует, что fn всегда положительное. fn положительное. Значит, из xn мы вычитаем положительное число. Отсюда следует, что xn плюс 1 меньше, чем xn. То есть последовательность является монотонно убывающей. Значит, в результате у нас что получается? Раз она ограничена снизу и монотонно убывающей, то, согласно теореме, у нее существует предел. Значит, вот запишем этот предел. Значит, это будет предел xn при n стремящемся к бесконечности минус... И так далее. Вот так далее. Спасибо. В точке х – это точке корня, значит, это равняется нулю. Отсюда получаем, что предел последовательности хн плюс 1 как раз стремится к х звездой. Тем самым наша последовательность приближения сходится к корню. Теорема доказана, значит. Теорема метода Ньютона. Теорема метода Ньютона. Ну, снова рассмотрим нашу функцию в точке корня. И воспользуемся разложением в ряд ЭВР, ограничившись тремя членами. Ну и запишем метод Ньютона вот в такой форме. Это есть ФН плюс Ф'ХН. И вычтем из нижнего в верхний. Значит, что у нас тогда останется? Спасибо. 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 Поделим. Ну, поделим. Значит, и возьмем по модулю хн плюс 1 минус х звездой. равняется второй производной в какой-то точке кси на x звездой минус x нт в квадрате значит по модулю все по модулю но если мы считаем что вторая производная в области локализации корня или вот на отрезке от xn до x со звездой ограничено то есть ведем в рассмотрение n2 максимум по x принадлежащей области локализации корня а через м1 минимум первые производные то тогда можем записать что это меньше и равняется чем м2 на x звездой минус xn в квадрате деленное на 2 м1 ну вот обозначаем 2 деленное на 2 м1 через некую константу с получаем что у нас второй порядок сходимости для методами то есть погрешность если была на каком-то приближении одна десятая то следующая погрешность уже получается у нас в квадрате то есть 1 сотая вторая операция 1 сотая в квадрате это она десятитысячная и третья итерация 10 100 1 100 миллионов процесс очень быстро будет сходиться если вы оказываетесь в области корня с методе простой операции пропорционально q вот этой константе которые ограничены каждый раз умножается а здесь за счет более высокого порядка процесс намного быстрее будет сходить чем выше порядок сходимости тем быстрее сходится это последовательность корню ну давайте сделаем перерыв после перерыва так ну давайте продолжим значит и третий момент условий достижения заданной точности так 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 Давайте рассмотрим функцию в точке xn и разложим в ряд относительно n-1 приближения. Продолжение следует... Ограничиваемся тремя членами разложения. Вот видно, что первые два слагаемые – это есть просто метод Ньютона. Кассета равняется нулю. Значит, если мы рассмотрим то, что у нас осталось, возьмем по модулю, то можно записать, что f от xn меньше или равняется максимум второй производный пополам на xn минус xn без единицы в квадрате. Дальше f от x звездой равняется нулю. И если мы тоже воспользуемся разложением, fn плюс f от x в какой-то точке кси на x звездой минус xn. Ну, можно переписать. fn плюс f от xn. f от xn. Это и есть f от xn. И равняется f' по x от x на xn минус x звездой. или по модулю. Значит, если вместо модуля первой производной мы возьмем минимальное значение, от этого правая часть только уменьшится. Значит, я могу записать, что m1 на модуль xn минус x звездой меньше и равен, чем модуль fn. Ну вот, объединяя эти два неравенства, я получаю, что xn минус x звездой не превосходит m2 на 2m1 xn минус xn без единицы в квадрате. И если это меньше ε, то гарантированно достигнута заданная точность ε. Ну вот, уже преимущество метода Ньютона по сравнению с методом простой итерации очевидно. Значит, вот когда мы смотрим на скорость сходимости и на то, сколько нам нужно сделать итерации, чтобы получить заданную степень точность. Поэтому, естественно, возникает вопрос, а можно ли построить итерационные методы более высокого порядка сходимости, чем второй. И эти вопросы были достаточно актуальны где-то 150-200 лет назад. Значит, методы высших порядков сходимости. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вот где-то в середине XIX века, в 1850-х годах, в Московском государственном университете был объявлен конкурс на лучшую математическую работу. И вот победителем в этом конкурсе вышел Павнутрь Львович Чебышев, который предложил оригинальный способ построения итерационных методов более высокого порядка, чем второй. Первую премию получил. Значит, пусть... F от X непрерывно... Значит, надо сказать, что он был в то время студентом четвертого курса. Имеет нужное число непрерывных производных. Имеет нужное число непрерывно. Причем первое производное не обращается в ноль. Тогда существует обратная функция. Которая тоже непрерывно имеет такое же число непрерывных производных. Имеет нужное число непрерывное качество. Значит, x равняется f. f от x со звездой по определению, это точка корня, значит, равняется нулю, то есть это будет равняться f от нуля. Значит, если мы разложим относительно f от x. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Значит, вот справедливо такое выражение. Ну, здесь у нас x, значит, принадлежит 0 f от x. f от x здесь от 0 приращение 0 минус f от x в степени к. Ну и здесь я просто минус вынес, n плюс 1. Ну и что же Павлотий Львович предложил? Значит, значит, x. x. по определению, это есть f от x. f от x. Ну и теперь применим правило дифференцирования сложной функции. и ограничимся одним членом. Что у нас тогда получится? x равняется x. x. А здесь n равняется 1. Значит, первое производное, это будет 1 на f и со знаком минус. за счет вот этого k, который тоже не делится минус. То есть, получается, x равняется минус f от x на f штрих от x. x равняется минус f от x. Где? Вот здесь? Нет. Здесь просто x. Мы записали определение обратной функции. Ну вот. То, что получается. Вот из этой формулы. Ну, мы можем сделать, значит, в общем случае записать x равняется f от x. в качестве некого приближения подставить вот в эту формулу. Это предельный переход в следующее приближение просто рассмотреть. x вместо x-звездой подставить некое приближение, потому что мы обрываем. У нас не бесконечная последовательность, не точная разница. А вот следующее приближение мы смотрим. Вместо x-звездой берем следующее приближение и ограничивается здесь один член. То есть мы записываем, что новые значения за счет того, что мы обрываем вот эту сумму и ограничиваемся только f равняется единице. Мы можем записать, что это есть x nt. Ну вот то, что здесь записано. Ну, честно, надо до бесконечности, а мы взяли один член. Значит, получаем не x-звездой, а какое-то приближение, x n плюс первое приближение. Так? Вот это здесь и записано. А в качестве производной точки взяли то, что получается из дифференцирования сложной функции. Значит, нетрудно видеть, что в этом случае у нас просто есть формула метода Ньютона. То есть мы получили метод Ньютона в общем случае. В общем, в смысле того, что можно до n продолжать. Значит, дальше аналогично можно записать следующее приближение для k равняется 2. То есть k равняется 1, сохраняется. И еще добавляется k равняется 2. Ну, здесь вторая производная. Следующий член. Сникает вопрос, откуда взять вторую производную от обратной функции по основной. Ну, еще раз продифференцировать. Значит, вторая производная. Таким образом. Спасибо. Я могу записать, что это есть минус вторая производная от прямой функции на куб. Спасибо. Тем самым я получаю формулу уже третьего порядка сходимости. Ну и могу продолжить этот процесс дальше. Значит, найти третью производную от обратной функции. Предифференцировав еще раз вот это уравнение. Продолжение следует. Значит, разрешаю относительно третьей производной. Значит, это будет единица. Единица на... Вторая производная у меня была с минусом. Перенес будет плюсом. В квадрате. И... Тоже в квадрате. Тоже в квадрате. И минус третья производная. Так. 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 ... Куб. А двойка от... Это вот здесь двойка, да? Да, 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 правильно. То есть сюда надо еще добавить. Когда будем здесь дифференцировать, значит... Да, 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 да. Так, значит, первое дифференцируем, третье производное и добавляется за счет сложности куб. Дальше оставляем и дифференцируем здесь вторую множитель двойка. Сохранилось. Второе и первое с этим закрыли. Здесь дифференцируем вторую. И дифференцируем первая, вторая, F' и еще F2'. Да, значит, если сравниваем, тогда у нас получается тройка. С учетом второй производной. Это мы заменили вторую производную. И осталось от этого, значит, третья производная на первую. И причем мы переносим знак у нас тоже должен... Здесь будет минус. И начальная тоже была минус. Значит, тоже плюс, да? Значит, в результате добавляется уже следующее приближение четвертого порядка. Продолжение следует... Продолжение следует... Так, и третий, он пойдет со зваком минус, да? Третья производная... Минус три... Значит... Продолжение следует... 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 И еще на F в клубе. Так, и еще, значит, здесь со знаком. Значит, когда дифференцировали, переносили. Значит, здесь общий знак минус, да? Разрешаем, складываем. Значит, здесь должен быть общий знак минус. А первую, производную у третьей, здесь знак должен быть минус. Потому что первая, а, производная первая положительная. Да, положительная. Так, значит, это от первого слагаемого у нас получилось, когда мы перенесли. Вот сюда подставили. И теперь. Третья производная. Шестерка. И на саму функцию. В клубе. И на самом деле. Большое спасибо. 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 Так, ну давайте еще раз проверим, значит, все ли мы правильно сделаем. Два, F. А F у нас вторая производная, она была с каким знаком? Минус был, да? Значит, перенесли, тогда должен быть с плюсом, да? Вторая производная должна быть. А, вот вторая производная, она была с минусом. И когда мы здесь с минусом, то есть она окончательно войдет с плюсом. Значит, переносим минус, вторая производная с минусом, значит, здесь будет плюс. А здесь минус. Ну вот аккуратно, надо только внимательно сделать, значит, вот четвертого порядка получился. Схема четвертого порядка, но надо вычислять уже не первую производную, но и вторую производную от исходной функции F от X и, соответственно, третью производную. То есть, на самом деле, объем вычислений становится больше, но зато выигрывается в скорости исходимости за счет того, что вблизи корня у вас погрешность начинает уже на порядке уменьшаться. Ну все, на сегодня. Спасибо. 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 Спасибо.